Всем привет снова, это Алексей Шудько Покажу вам сегодня две флейты Они в одной тональности Это две флейты бансури в ноте ре Нижней ноте ре Соответственно по индийскому стандарту Это будет нот соль По трем закрытым отверстиям Бамбуковый вариант у нас укороченный слегка То есть без настроечного отверстия И здесь такая вот заглушка на конце Занижающая базовый тон Это у нас довольно сложный бамбук О котором я говорил уже У него довольно хитрая геометрия канала Который приходится выводить Чтобы добиться баланса и красивого звука А это у нас нищебродский кусок пластиковой трубы Которую можно засовывать в любые места И соответственно в любые места с собой убрать Она уже имеет такой боевой вид Естественно ее можно оформить красиво То есть как-то лакировать, покрасить и так далее Из такой же пластиковой трубы я делаю Дешевые, скажем так, бюджетного варианта Секухати Но с такими набалдашничками То есть по примеру одного из известных российских мастеров Ну немножечко по-своему естественно делаю И за счет того, что труба тонкая То есть никакой борьбы за баланс В этом варианте не будет Как в бансуре, так и в Секухате Ну Секухате я сегодня не покажу Ну я сегодня сравню немного просто вот эти вот звуки Из бамбуковой бансуре и из пластиковой бансуре Секухатая бансуре и из пластиковой бансуре Секухатая бансуре и из пластиковой бансуре Ну, наверное, пару слов о каких-то своих впечатлениях. Можно достойно, я считаю, учиться и на пластике, и играть. Я, например, на улице играю на пластике, и мне нравится, что происходит. Еще раз упомяну, что на звук ключевое влияние имеет внутренняя пустота, то есть вот эта полость внутри трубы, а никак не материал, из которого она изготовлена. То есть там вторым пунктом идет однородность этого материала, ну и в бамбуке, и в пластике, а она приблизительно похожа. Как сама однородность и как плотность тоже. То есть третий фактор – это плотность самого материала. То есть из совсем рыхлого какого-то дудника получается плохо, если его не вымастить полностью внутри шпаклевкой. Ну как бы уже все. Танцы с губном. А вот. Бамбук звучит более шершаво, на мой взгляд. Как-то с одной стороны аутентично, а с другой стороны более четкий звук. Если какая-то запись или что-то еще такое, где нужна именно выразительность, то этого проще гораздо добиться от пластика. Поэтому, так сказать, даже в бюджетном секторе можно чего-то, чего-то приобрести. Поэтому налетаю, не скупись, как известно. Заходите ко мне на канал YouTube. Ставьте колокольчик. Это важно для нас. Там очень мало людей. Хотя я уверен, что очень много людей интересуются и в русскоязычном пространстве, и в украиномовном такого же, и в англомовном. Поэтому, короче говоря, всем пока, до новых встреч.